Валерий Седов Мехлебом-едином в Рязанской епархиальной библиотеке открылась фотовыставка. Обеспечить максимальный уровень тестирования на COVID-19 призвал чиновников на оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции губернатор Николай Любимов. По его словам, за первые четыре дня работы бесплатных пунктов о наличии или отсутствии болезни узнали уже более 5300 рязанцев. Контролировать, впрочем, нужно сегодня не только экспресс-тестирование, но и наличие лекарств, а также максимально отработать ситуацию с вызовом врача на дом. Резкий скачок темпов заболевания в Рязанской области пока, если не пугает, то настораживает уж точно. По данным Роспотребнадзора, с подтвержденным диагнозом COVID-19 в области ежедневно фиксируют до тысячи человек. Пока что болеют в среднем 6 человек из 100, но это пока просто цифры. Вакцинация – единственный крепкий барьер. На третье число вакцинировано более 606 тысяч. Это от совокупного населения составляет 55%. Но я еще раз хотела бы обратить внимание на своевременную повторную вакцинацию раннепривитых лиц и переболевших. Это необходимо нам для формирования на достаточном уровне коллективного иммунитета. Нехватку лекарств для амбулаторных больных региональный Минздрав пока решает через внутренние резервы. Перераспределяет дополнительно и стационаров. В пунктах экспресс-тестирования ежедневно обслуживают до 1300 клиентов. И это самое лучшее подспорье для понимания общей картины. Они могут, во-первых, бесплатно протестироваться. У меня просто знакомые в другом городе, не дождавшись, пока им возьмут тест, пошли вынуждены 1700 рублей. 1700 рублей протестировались. В Рязани мы должны обеспечить, чтобы люди могли при каком-то малейшем сомнении и симптомах прийти и действительно сразу же получить на месте тест, а потом и помощь. По закупке лекарств Николай Любимов высказался отдельно. И свою идею о привлечении средств областного бюджета он закрепил уже бумажно, по его словам, отдельным распоряжением. Главное, чтобы все работало как часы, и рязанцы получали препараты без перебоев. Максим Васильев, телекомпания «Город». Кража алкоголя из магазина и нападение на рязанца. За эти выходные в городе произошла сразу горсть преступлений, на первый взгляд, не связанных между собой. Но в большинстве случаев на дело злоумышленники шли под алкоголем. Впрочем, все сигналы полицейские отработали весьма оперативно. Первые секунды записи с камеры видеонаблюдения и сразу кадры убегающего мужчины. Разобрать, конечно, сложно, но в руках у него бутылка коньяка, которую он пронес мимо кассы. Спустя пару минут за ним выбегают сотрудники полиции. Чуть раньше сотрудница супермаркета позвонила в полицию, мол, мужчина в торговом зале ведет себя подозрительно. 3 февраля в отдел МВД России по советскому району города Рязани обратилась представитель сетевого супермаркета, расположенного на улице Чапаева, и сообщила, что в торговом зале находится подозрительный мужчина. Сотрудники магазина, наблюдавшие за поведением посетителя, предположили, что он собирается совершить кражу. Дежурный офицер направил в магазин, находящийся недалеко, пеший отряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции у МВД России по Рязанской области. Горе грабителя доставили в отдел полиции, где установили личность. Ранее судимый за убийство, 33-летний безработный. А это другая запись. За рулем пьяный водитель. Ночью в полицию позвонил очевидец, который рассказал о ситуации, дескать, мужчина, предположительно пьяный, перекрыл вход в развлекательное заведение, а затем начал бить стекла. Полицейские прибыли незамедлительно. На законные требования госавтоинспекторов о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель ответил отказом, в связи с чем на него составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КОАП РФ. За совершение данного правонарушения предусмотрено наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Еще одно преступление, которое раскрыто по горячим следам. Типичный гоп-стоп. На 41-летнего мужчину напали в его же подъезде на улице Загородной. Неизвестный отобрал все наличные. 10 тысяч рублей. И скрылся. Оперативники управления уголовного розыска при содействии коллег из отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани выяснили у пострадавшего описание внешности нападавшего и опросили жителей дома, в котором произошло преступление. Полицейские нашли свидетеля, который помог им установить личность злоумышленника. Подозрение пало на 32-летнего рязанца, который проживал в том же подъезде, что и пострадавший. Сотрудники полиции быстро разыскали и задержали злоумышленника. Выяснилось, что ранее он был судим за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Рецидивист подумал, что его сосед постоянно носит при себе большую сумму денег. Вот и решил действовать. Добытую силой и угрозами десятку потратил быстро. А где похищенные денежные средства? Потратил наличные ноги. Вину свою признаешь? Да, расстраиваюсь. Уже без камеры мужчина признался, что потратил все на наркотические средства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальный срок – 7 лет уже в привычных рецидивисту местах. Валерий Седов, телекомпания «Город». За минувшую неделю в Рязани эвакуировали 44 автомобиля. Водители нарушили правила остановки и стоянки, сообщает пресс-служба МВД по Рязанской области. Например, часть водителей решила оставить свои машины около пешеходного перехода. Полицейские предупреждали, что стоянка на них и ближе 5 метров перед ними создает опасные ситуации для пешеходов. Их просто не видно из-за неправильно припаркованного транспорта. Оставлять машины и возле автобусных остановок. Если железные кони стоят ближе 15 метров от них, как говорят сотрудники госавтоинспекции, они мешают безопасной посадке и высадке пассажиров. Цитата «Госавтоинспекция Рязанской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными в местах, где вы собираетесь припарковать свой автомобиль и обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. И не нарушать действующие правила». В Рязанской епархиальной библиотеке 4 февраля состоялось открытие фото-выставки «Верность Церкви Христовой в испытаниях», сохранившей в 1917-1950-х годах, из фонда историко-архивного отдела Рязанской митрополии. Выставка приурочена к собору новомучеников и исповедников Церкви Русской, который в этом году празднуется 6 февраля. Несмотря на узкую направленность и религиозную тематику, эта экспозиция будет интересна не только верующим, ведь кадры, собранные здесь, страницы нашей истории, хранимые с душой и трепетом. «Это не полная коллекция, далеко не все, конечно, представлены. Но у нас и нет задачи сейчас сразу и обо всем рассказать и показать все фотографии. Почему? Потому что каждая из этих фотографий требует к себе отдельного подхода, она требует своего времени, она требует для того, чтобы смотреться, влиться в жизнеописание. На этих фотографиях мы видим и священников, и мирян, и супруг тех священнослужителей, которые прошли через годы гоня. Вглядываясь в эти портреты, мы многому учимся у них». История нашего Отечества тесно связана с историей Русской Православной Церкви, в частности Рязанской епархии. На этих снимках один из самых трагических периодов нашей страны. Но эти подлинные фотографии и другие документы показывают силу духа людей. «Выставку открывает портрет царя-мученика Николая II. Этот портрет был найден в одном селе Шиловского района. Он был спрятан в сухом месте, и вот столько лет он хранился. И уже, ну, видно, кто-то из предков этих хозяев спрятал свое время, потому что мы знаем о том, что портреты царственных особ хранить было опасно. За это могли судить. И, конечно же, они в большинстве в своем случае были уничтожаемы. Со старинных фотокарточек на нас смотрят епископы, простые монахи, священники с семьями, молодые и убеленные сединами. Кто-то из них известен всему миру, а кто-то нес свой подвиг в небольшом селе. Кто-то известен богословскими трудами, а кто-то имел всего лишь начальное образование. Все эти люди объединены тем, что им выпали большие испытания. На многих фотографиях стоит пометка «Расстрелян». Некоторые из этих людей вошли в собор новомучеников и исповедников российских. Большую часть экспозиции занимают фотографии исповедников, которые несли свое служение на земле Рязанской. Уникальные экспонаты для выставки предоставил историко-архивный отдел Рязанской митрополии, которому в этом году исполнилось 20 лет. Все фотографии в разное время передавались родственниками и знакомыми. Некоторые были найдены среди других документов и книг. Нам важно всем сделать правильные выводы из того, что произошло 100 лет назад и позже. Сделать выводы из той истории, принять уроки истории. Сделать правильное предпочтение на будущее нашей судьбы и наших действий. Так вот, важно взглянуть на то, почему произошли те самые страшные события. Первая фотография епископа Дмитрия Спировского после его назначения на Рязанскую кафедру в 1911 году. А это его старший, или на церковном языке, векарный помощник, епископ Михайловский Амвросий Смирнов. Вот они вместе с представителями общества хоругвеносцев Архангельского собора Рязанского Кремля, а над ними возвышается искуснейшая хоругвь со святителем Василием, покровителем Рязани, согласно церковному учению. Последним векарным, Михайловским епископом был Глеб Покровский, который, как и епископ Амвросий, принял мученическую кончину в лагере в 1937 году. Многие фотографии делались не просто для дела, чтобы увидеть, на память оставить о том, какой был человек. Нет, это были расстрельные дела и фотографии, специальные фотографии буквально накануне расстрела, чтобы сверить того ли человека, убрали, который не нужен им. И потом прикрепляли в дело, и было написано, приговор приведен в исполнение. Экспозиция открывает масштабный цикл выставок «Русская православная церковь» с середины XIX до середины XX веков в подлинных фотографиях. Всего до середины июня предполагается представить три проекта, в которые, помимо новомучеников и исповедников, войдут фотографии святителей, подвижников, благочестия, блаженных, юродивых. В отдельную тему выделено монашеское служение. Увидеть экспозицию, которая открылась 4 февраля в Рязанской епархиальной библиотеке, приглашают всех желающих. Будут плановые экскурсии. Они назначены на 10, 24, 28 февраля, а также 14 и 17 марта. Для участия нужно предварительно записаться. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Тигры и лев в самом начале представления – это редкость для цирковой программы. Обычно зрители с нетерпением ждут антракта, после которого можно увидеть хищников поближе. Казанский же цирк с программой «Звезды манежа» рушит все стереотипы. В эти выходные он зажег в Рязани. На премьере побывала Анна Герцовская. Элегантные хищные кошки – гвоздь программы «Звезды манежа». Выступление тигров и льва в самом начале представления вызвало у рязанских зрителей неописуемый восторг. Тигры очень красивые, и у них характер у каждого свой, это здорово. И очень понравилось, как имя руководил дрессировщик. Ну, в произвольном форме, да, как будто они отдыхают. Лев вообще на расслабоне был. Мне кажется, что они вообще, что им нравится вот так вот выступать перед теми. И они очень любят своего хозяина. Мы увидели одну кошечку, тигрицу, которая мамой стала недавно. И мы понимаем, что она в хорошей форме, тем не менее. Она кормит и малышей, скорее всего, еще, но и уже участвует в программе. Это супер. Тигрица Магда действительно стала мамой уже третий раз. Сейчас у нее четыре тигренка. Предварительно два мальчика и две девочки. А пока что у наших тигрят нет имен. Это случилось, наверное, естественным путем. Тигр Мартин и тигрица Магда полюбили друг друга. И 13 января Магда подарила нам такую вот радость в год тигра. Наверное, первая тигрица в стране точно, которая принесла в год тигра вот четырех таких чудо-тигрят. Тигры часто живут вместе, создают семьи. Наша мама тигрица, как и любая дама в декрете, радоваясь на работу и порадовать зрителей. Мне понравились тигры и акробаты. Сальто в колесе. Которые были последними сейчас в колесе, ребята. Очень страшно за них. Очень красиво и страшно. И очень такие спортивные чувствуются. Без страховки девушка. Это прям круто. Очень интересно, очень нравится, очень весело. Клёна. Потому что он здесь смешные трюки. Захватывающие трюки от воздушных гимнастов, причем без страховки. Ощущение опасности и радости одновременно. В этом цирке удовольствие и кураж чувствуют не только зрители, но и, конечно, артисты. Многих рязанцев покорил акробатический трюк, где девушка раскручивается под куполом цирка, держась за партнера одними зубами. Эмоции там, конечно, зашкаливают. Во-первых, когда принимает народ, ты слышишь «Вау!». Естественно, обращаешь больше всего внимания, ну, концентрируешься на своем теле, естественно, должен держать точку, линию, работать всем телом, руками. А потом только, я не знаю, как... Это не передает счастье. Это не передает. Когда заканчиваешь трюк и слышишь зрителей, это большая радость. Это вот эта оценка наша, которую мы сделали, а вот оценка зрителей, мы это слышим уже после. Мне все понравилось только. Я беременна, и у меня нервы чуть-чуть. За гимнастов, за всех. Ну, как они без страховки все вдруг-то. Акробаты понравились. Собачки нам понравились. Тигры, собачки, акробаты. Вообще-то очень страшно. Я смотрю, они такие, рычат и все такое. Так что, нам нравится. Тигры и люди на вот этой двухглазой крутилке. С мешком на голове, да. Колесо смелости, где артисты без страховки выполняют сальто внутри вращающейся фигуры и прогуливаются по ней с мешком на голове на ощупь. Канат, натянутый под углом, по которому ловко проходят эквилибристы. Смелые джигиты и сложнейшие трюки. Ловкие жонглеры и акробаты на подкидных досках. Эти аттракционы дарят зрителям невероятно острые ощущения. Все представление со зрителями взаимодействует веселый и добрый клоун. У артиста какая задача? Отдать свою энергию и получить замену зрительскую. И вот мы сегодня это сделали, отдали энергию и получили просто в пять раз больше, чем мы отдали. Очень теплый, классный зритель, позитивный, добрый, смеется. Просто спасибо им огромное, что они сегодня были у нас на примере. Супер! Задор, эксцентрика, хорошее настроение и море эмоций. Звезды манежа зажигают огни рязанского цирка до 8 марта. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова